...держав, тех, у кого есть атомное оружие, сегодня входят пять стран. США, Франция, Великобритания, Россия и Китай. Все они проводили испытания на своей территории, а США даже имеют опыт боевого применения в Хиросиме и Нагасаке. Индия, Израиль, Пакистан и КНДР тоже предположительно имеют ядерные арсеналы, но точное количество их боезарядов неизвестно. Есть только примерные оценки. На момент независимости в 1991 году Украина обладала третьим по величине ядерным арсеналом в мире. Это была часть советского ядерного потенциала, от которого Украина вместе с Белоруссией и Казахстаном отказалась в 1994-м и передала Российской Федерации. Украина это сделала под давлением, в первую очередь Соединенных Штатов. Позиция Америки тогда была простой. Мы не хотим, чтобы образовалось еще больше ядерных держав. Кроме этого, в Вашингтоне, Берлине и Париже всерьез беспокоились, чтобы украинская часть советского оружия массового поражения не оказалась не в тех руках. Ядерные боезаряды, купленные или украденные в постсоветских республиках, угроза террористов и безумных отставных политиков взорвать Берлин или Нью-Йорк – типичные сюжеты голливудских боевиков того времени. Украина отказалась от ядерного арсенала в обмен на подписание Россией, Великобританией и США Будапештского меморандума – рамочного соглашения о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия. И вот недавно на самом высоком уровне украинское руководство заговорило о возможности отказа от условий Будапештского меморандума и о возвращении к созданию атомного оружия и средств его доставки. История ядерных метаний Украины. В сюжете Анны Ефимовой. Конец 1991-го. Советский Союз трещит по швам, но еще до его окончательного развала. 24 октября Верховная Рада Украины принимает заявление о безъядерном статусе государства. Буквально через пару месяцев в Беловежской пуще Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписывают соглашение, которое среди прочего предусматривает скорейший вывоз украинских тактических ядерных боеприпасов в Россию. Горбачев делал вид, что он управляет страной, но он же не управлял. И поэтому, когда мы ехали туда, мы уже видели Советский Союз, который шатался. Говорят, что о договоренностях первым делом доложили американскому президенту Бушу. Судьба советского ядерного арсенала немало беспокоила Вашингтон после прокатившегося парада суверенитетов союзных республик. 1 августа 1991 года Буш-старший даже лично побывал в Киеве, где обратился к Верховной Раде, пытаясь убедить украинцев остаться в федерации с Россией. Его историческую речь, написанную Кандалидзе Райс, политические оппоненты прозвали «котлетой» по-киевски, критикуя главу Белого дома за заигрывание с Горбачевым. Ядерное наследство империи оценивали более чем в 10 тысяч боеголовок. С распадом Союза вместо одной большой ядерной державы в мире могло появиться сразу четыре. Поменьше. Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан. На передаче ядерного оружия России, как правоприемница Советского Союза, настаивали именно Соединенные Штаты. Уже к весне 1992 года все тактические боеприпасы, авиационные бомбы, артиллерийские снаряды, тактические ракеты были вывезены с территории Украины и других союзных республик. А вот переговоры о вывозе стратегического ядерного вооружения, то есть баллистических ракет, способных поражать цели по ту сторону Атлантики, продолжались вплоть до 1994 года. Вместе с так называемым тактическим ядерным оружием, которое было вывезено чуть раньше, чем стратегическое, это 5000 боезарядов. Это уже было больше, чем у Китая, Великобритании и Франции вместе взятых. То есть это был колоссальный по масштабам арсенал. После распада Союза Украина стала третьей ядерной державой в мире вслед за Россией и США. Но несмотря на огромный арсенал, ядерный чемоданчик все равно находился в Кремле. И максимум, на что мог рассчитывать Киев, это возможность блокировать запуски без его согласия. Украина не производит, и тогда не могла производить самоядерное топливо. Оно производится на предприятиях в Российской Федерации. Поэтому в счет компенсации того ядерного материала, который находился в боезарядах, Россия поставляла ядерное топливо для украинских АЭС. Точку в истории Украины как ядерной державы поставил Будапештский меморандум. Процесс, начатый первым президентом Кравчуком, завершил уже Леонид Кучма. Он, кстати, долгое время был против вывоза стратегических вооружений. Однако, оказавшись в кресле президента, бывший директор Южмаша передумал. Буквально через 4 месяца после своего избрания, в ноябре 1994-го, Кучма уже убеждал парламент присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия в безъядерном статусе. Мотивируя это тем, что для создания замкнутого цикла производства нужны минимум 10 лет и 200 миллиардов долларов. Кто встанет и скажет, кому нужно заложить все имущество Украины, чтобы взамен осчастливить ее собственным ядерным арсеналом? Текст Будапештского меморандума занял всего полторы страницы. Обещания в обмен на отказ Украины от ядерного статуса уместились в 6 параграфов. В стране гарантировали территориальную целостность, безопасность, свободу от экономического давления. 5 декабря 1994-го года свои подписи под документом поставили президенты Украины, России, США и премьер-министр Великобритании. Будапештский меморандум не был никем ратифицирован. Причем ни одна страна, и гаранты, допустим, страны ядерные, и сама Украина его не проводила через парламенты. То есть это осталось таким протоколом намерений. Подписание меморандума на Украине критиковали все. Леонид Кучма впоследствии даже называл этот документ одной из главных ошибок в истории независимой Украины. На очередные обвинения в том, что страну кинули, уже после Майдана ответил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер, популярным языком объяснив, все дело в трудностях перевода. В английском тексте меморандума присутствует слово «assurance», то есть заверение в поддержке, но не «guaranties» – гарантии. Это важное отличие. Например, наши союзники по блоку НАТО обладают гарантиями в области безопасности. В случае Украины мы говорим о заверениях. Это менее сильное слово. Впервые с идеей возродить ядерный потенциал незалежной в начале 2000-х выступил народный депутат Украины Юрий Ехануров. Поводом для этого стали территориальные споры с Россией вокруг острова Тузла в Керченском проливе, когда Россия начала строительство плотины в сторону Крыма. Предложение о ядерном статусе на этом фоне наделало немало шума как на Украине, так и за ее пределами. Вся страна узнает о существовании острова Тузла. Маленький клочок земли серьезно ссорит Киев и Москву. Ну а после второго Майдана, сожаление о том, что у страны нет ядерного оружия, уже сыпались одно за другим в приемлемых и не очень приемлемых формах. При Порошенко в сеть слили телефонный разговор, где якобы звучат голоса Юлии Тимошенко и бывшего заместителя секретаря СНБУ Украины Нестора Шуфрича. А что теперь делать оставшимся 8 миллионам русских, которые остались на территории Украины? Они же сгои. Блин, их расстроивать из атомного оружия. Сама Тимошенко настаивала на том, что запись смонтирована. Но при следующем президенте Зеленском такие высказывания и вовсе начали звучать открыто, прямо во время пресс-конференций. Атомные бомбы, чтобы все равно на Москву у нас пока нет. А это наиболее эффективный способ, еще не будет пробегаться навсегда. Как бы то ни было, идеи ядерного вооружения, которые раньше можно было списать на маргиналов или временных аутсайдеров украинской политики, при Владимире Зеленском впервые стали звучать на уровне главы государства. Я, как президент Украины, делаю это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Это не блеф. Украина реально может создать ядерную боеголовку. Это развитая часть бывшего Советского Союза, она наследовала очень солидный научно-технический и индустриальный потенциал. И еще раз повторяю, у нас твердое сомнение о том, что Украине в этом случае бы помогли. Как в свое время помогали Пакистану создать ядерную бомбу против Индии. Еще один важный вопрос – мирный атом. Ситуация вокруг украинских АЭС вызывает немало опасений. Они могут сделать грязную ядерную бомбу. Очень быстро. На Украине четыре действующих атомных станции. Некоторые, как Запорожская, крупнейшие в Европе. И это не ударная волна такая бомба производит. Это практически заражение радиоактивными материалами какой-то территории. Глава МАГАТЭ уже призвал защитить ядерные объекты Украины. Вне зависимости от того, чья сторона конфликта контролирует атомные электростанции, последствия будут ощутимы для всех. Анна Ефимова, Валерий Савельев, Анастасия Попова. Типичная Украина. Об истории ядерного вопроса для Украины мы поговорим с нашим постоянным экспертом, историком Александром Васильевым. Саша, добрый день. Здравствуйте. Саша, бытует такое мнение, что если бы Украина в 1994 году сохранила бы ядерное оружие, то она бы решила все свои проблемы. А что, действительно был такой шанс? Ну, мне кажется, сама постановка вопроса здесь требует определенных коррективов. Поскольку у Украины ядерного оружия не было. Ядерное оружие было у Советского Союза. И затем это оружие, оказавшееся на территории Советского Союза, на территории, советское оружие, оказавшееся на территории Украины. А отнюдь не украинское оружие. Это таков был его международный статус. Да, потому что это были стратегические силы, и относительно их действовали вообще другие, скажем так, нормы. Если армию просто разделили по военным округам, по территориальным принципам, то отдельно было оговорено, что стратегические силы не остаются за республиками, а остаются за правоприемником центра. И дальше был лишь вопрос технический. Как эти стратегические силы из республик вывести? Это была вообще-то, ну я бы сказал, во многом цена независимости украинской. Потому что Соединенные Штаты Америки, которые, ну скажем так, оказались после краха Советского Союза таким абсолютным гегемоном, они изначально переживали больше всего именно за ядерное оружие. И, скажем, идеология нераспространения, то есть ограничения так называемого ядерного клуба, то есть его категорическое нерасширение, даже в отношении тех стран, которые могут быть даже союзными для США, это была принципиальная позиция. То есть это как бы ядерное оружие, это удел очень-очень немногих, по крайней мере, нужно к этому стремиться. И американцы очень четко этой позиции придерживались. И если бы Украина изначально поставила так вопрос, что мы оставляем у себя стратегические силы как национальные, то американцы были бы просто против проразглашения независимости. Поэтому это был такой абсолютный консенсус. И говорить о том, что вот если бы как-то иначе себя повели, то может, могло бы быть, нет. Это просто исключается. Если позиция американцев была такой однозначной, то а какие были сами настроения украинцев по поводу ядерного оружия на их территории? Вот какие были общественные настроения на Украине тогда в 90-е? Сейчас об этом почему-то забывают, но главным таким травмирующим событием для Украины периода финала СССР была Чернобыльская катастрофа, Чернобыльская трагедия. 86-й год, да? Да. И она была связана непосредственно с ядерной, естественно, проблематикой, потому что авария на атомной электростанции. Соответственно, все, что ассоциировалось с атомом, вызывало в обществе просто некое отторжение. И даже, скажем, люди, настроенные в пользу, так сказать, независимости Украины, они даже в качестве аргумента применяли, что вот, мол, имперский центр понатащил на нашу прекрасную, так сказать, ридную нынку, всяких ужасных, опасных, значит, там, своего оружия, каких-то объектов. Даже в отношении промышленности звучали такие речи. Оценить мощь вот этого экологического движения финала СССР, начала 90-х сейчас даже сложно. И таким последним отзвуком, помните, стало попадание зеленых в парламент даже, да? То есть это о чем говорит, что вот эта вот вся, так сказать, проблематика, она была очень актуальна в украинском обществе. Поэтому, но, важно сказать, что всегда были крайние радикалы, которые в программах своих партий, да, вот там, если я не ошибаюсь, Дуна Унсо, это было, да, запрещенный, значит, Российской Федерации, еще ряд, не будем их там называть. Но прямо в программах этих партийных, значит, значилось возврат Украине ядерного статуса. И националисты очень хотели обладать им и прямо, не скрывая, в отношении, так сказать, кого этот мнимый арсенал может быть настроен. Эта точка зрения была абсолютно маргинальна, но постепенно, с одной стороны, уходил вот этот вот страх, так сказать, Чернобыля, да, потому что время сглаживает все. А с другой стороны, мы знаем, что проходила, ну, радикализация этого общества, там, политики пытались использовать этих националистов в разных своих играх. В итоге их суммарный рост и влияние росли. И вот эта идея о собственной ядерной бомбе, она потихоньку-потихоньку начинала завоевывать умы, так сказать, элит в том числе. Националисты мечтали о ядерной бомбе. А насколько реально, есть ли у Украины потенциал для создания ядерного оружия и средств его доставки? Если этот же вопрос задавали, соответственно, тем, кто пропагандировал идею возврата к ядерному статусу. И можно просто привести их аргументы. Они ссылались все на то же советское наследие, советский задел. Достаточно сказать, что, ну, вот, как бы, само, так сказать, это оружие, да, оно состоит из двух элементов. Из средств доставки и непосредственно из, ну, самих боеголовок. Вот. Что касается средств доставки, тут у Украины вообще никаких проблем нет, потому что, во-первых, сохранились тактические советские комплексы, например, там, точка У, да, у которой, в принципе, они предназначены в том числе и для ядерных боеголовок, да. А с другой стороны, конечно, Южмаш, который осуществлял в том числе и космические, там, программы, да, для него создать баллистическую ракету полноценную, то есть, ну, технической сложности, в общем, не представлял, если прям вот захотеть, да. И полный цикл, поскольку Украина, значит, в том числе и добывает, значит, ядерное острие, да, то, соответственно, полный цикл. Уран, да, уран, да, вот. Уран, значит, соответственно, можно было этот процесс создать, потому что мы знаем даже такие намного менее, там, в научном плане развитые страны, как тот же Иран, да, при всем том, что это, как бы, достаточно развитая большая страна, но, тем не менее, там никогда не было такой школы, как была, например, в Харькове, когда Лондау начинал вообще там эти разработки, да. Вот, и все это в теории можно было, но надо не забывать, что это еще и очень-очень дорогое удовольствие, и поэтому, вот, возвращаясь к нашему первому вопросу, да, что бы сейчас ни говорили, цена была всегда неподъемной, потому что это, как бы, ядерный клуб, это тоже либо для, вот, как Северная Корея, там, если все деньги на это уходят, да, либо для действительно богатых держав. Поэтому, да, технические возможности, конечно, были, но к этому, так сказать, по-настоящему долгое время никто не стремился. Но, опять же, все в вопросе желания. Саша, спасибо большое за интересный рассказ.